всем привет мы продолжаем рассматривать различные автомобили от производителя xo models в масштабе 1 к 43 и сегодня я хочу вам показать относительно свежую новинку это евросидельный тягач man tgx в темно-синем цвете металлик и в этом варианте окраски модель появилась в продаже буквально пару месяцев назад ее стоимость в европе варьируется от 25 до 30 евро в зависимости от магазина и это не единственный man tgx который предлагается на рынке в 43 масштабе например чуть ранее подобный грузовик выпускал французский бренд илигор и у них было несколько модификаций например самая крупная кабина xxl также была менее крупная кабина xlx и у илигора продавались как отдельно седельные тягачи так и в наборах с различными полуприцепами и модель у иксов вполне хорошая за свою цену и стоит учитывать что у этого бренда на мой взгляд очень хорошее соотношение цена качество практически нету брака аккуратная сборка и покраска вариант от илигора вам обойдется в два два с половиной раза дороже а то и в три раза если вы будете покупать набор с тягачом и полуприцепом то обычно илегор их продает за 120-130 евро и у иксо также продавался набор и грузовик был с полуприцепом для перевозки гоночных автомобилей и седельный тягач был с кабиной белого цвета но я считаю у иксо не самые удачные полуприцепы они очень просты и нету смысла за них отдавать 35-40 евро и тем более эти модели занимают довольно много места если собирать все тягачи с полуприцепами то просто не напасешься свободных полок поэтому для себя решил взять только отдельно седельный тягач если посмотреть на другую продукцию иксо модулс то у них довольно обширный ассортимент американских траков и как раз преимущественно от этого бренда я их и собираю и на многие модели я делал видео обзоры кто их не смотрел можете поискать на моем канале также у меня спрашивали будут ли обзоры на самые свежие американские грузовики от иксо да будут некоторые модели я уже приобрел за кадром пару грузовиков не стал покупать потому что я их жду в других схемах окраски иксо также планировал к выпуску пару грузовиков с полуприцепами и как раз в коллекцию хочется автомобиль как в фильме дуэль уже выходил только сидельный тягач в коробочке иксо и также выходил в набор в рамках журнальной серии но вроде бы модель готовится к выпуску и в регулярной упаковке если посмотреть на данный сидельный тягач то он вполне хорошо копирует настоящий грузовик а от модификации или гор он отличается мелкими декоративными элементами так что это тоже одна из причин по которой можно взять более бюджетный аналог в свою коллекцию и для сравнения я вам приготовил пару костромских сидельных тягачей это маз от автоистории и камаз от start scale models и также мы можем примерить к данному евротраку полуприцеп не фаз а от ssm и масштабная копия поставляется в довольно большом дисплей кейсе картонка оформлена в классическом стиле черная с оранжевой полоской на нижней стороне упаковки вы можете прочитать различную информацию которая касается данного бренда также есть официальный сайт на котором можно ознакомиться с новинками и написано что эти модели изготовлены в бангладеше также присутствует небольшая наклеечка с артикулом прототип man tgx xxl d38 2018 года и написано что эта модель изготовлена по лицензии man и коробки тоже у x у довольно крупные и иногда возникают проблемы как их расположить в своей коллекции но я обычно храню модели в большой коробке поэтому все равно они у меня в таком виде и вместе с моделью поставляется страховочный блистер который предотвращает поломку автомобиля при транспортировке и кстати на крыше вы можете заметить два отверстия в них вставляются антенки которые производитель положил в отдельный пакетик чтобы они не потерялись очень красивый насыщенный темно-синий цвет металлик который тоже соответствует настоящему окрасу этих грузовиков опять же есть ряд упрощений но они не такие критичные за эту цену как раз вы можете посмотреть на интерьер окрашена панель приборов сиденья также присутствует спальное место конечно не хватает обшивки на стенке и здесь просто голый металл но можно попробовать разобрать кабину и наклеить например элемент из картона или из пластика или возможно покрасить стенку другим цветом здесь на ваш выбор как вам удобней вполне хорошо смотрится декоративная облицовка с надписью man chrome здесь хорошего качества вместо регистрационных номерных знаков просто таблички и возможно на эту модель я поставлю номера от студии микродизайн возможно немецкие номера тоже заказал один комплект декалей и когда он мне придет возможно покажу его в одном из видеороликов вполне хорошая светотехника обозначили поворотники оранжевым лаком также присутствуют противотуманки на крыше установили хромированный кронштейн и на нем разместили 4 противотуманные фары правда вид портят черные точки наподобие журнальных изделий и скорее всего я демонтирую стекляшки сделаю подложку из фольги и тогда светотехника будет более реалистичной также очень симпатично смотрится обтекатель он составной из пластика присутствуют шильдики это там по печать дверные ручки и поворотники окрасили просто краской вполне хорошие колесные диски и на красном сидельном тягаче line pro эти детали были полностью в хроме и на мой взгляд серебристый диск с черным колпачком выглядит более реалистично покрышки тоже попадают в 43 масштаб правда выглядят очень бедно из-за отсутствующей маркировки и скорее всего сюда я поставлю харьковскую резину у меня где-то лежит свободный комплект покрышек кармаран и если они встанут на эти колесные диски тоже модель будет смотреться более симпатично также присутствуют аэродинамические щитки и на некоторых манах от эти детали немножко другой формы также есть топливные баки они окрашены серебристой краской площадка для водителя отсутствуют перекидки но виднеются другие узлы и кабина скорее всего прикручивается с нижней части и чтобы сделать кронштейн я думаю вам нужно немного переделать раму рабочее седло и вполне хорошо смотрятся задние фонари и кстати у мана от или гор эти элементы немножко другого дизайна и давайте открутим грузовичок от подиума покажу как у него проработана нижняя часть конечно проработка ходовой части у продукции иксо это не самая сильная сторона и не стоит забывать что это все же ближе журнальное изделие нежели какой-то премиальный бренд но тем не менее здесь все довольно добротно изготовлено металлическая рама есть что-то похожее на коробку передач и мне не очень нравятся крепежные отверстия они конечно портят вид разрезают карданный вал и можно было их расположить в других местах например сбоку или крепить автомобиль к подиуму как это делает илигор при помощи специальных защелок также указан прототип масштаб 1 к 43 и колесики свободно вращаются правда задние почему-то ходят восьмерками то ли это покрышка неровно посажена то ли криво установлен колесный диск пока что не могу понять и давайте покажу как этот седельный тягач будет смотреться в сцепке с полуприцепом от ssm тоже очень хорошая масштабная копия и это пожалуй один из лучших полуприцепов которые выпускали костромские бренды он очень приближен к продукции элигор к полуприцепу кроны от minichamps и это довольно увесистая модель потому что у нее металлическая основа и полуприцеп отлично встает на сцепное устройство седельного тягача единственная передняя ось полуприцепа болтается в воздухе все же он чуть чуть ниже чем седельный тягач но тем не менее тоже вполне красивая сцепка и например можно поставить полуприцеп от minichamps или от элигор и нужно будет подумать какой полуприцеп лучше сочетается с данным седельным тягачом и давайте покажу вам модель от автоистории это mass у него откидывается кабина хорошо проработан моторный отсек конечно детализация костромских моделей выигрывает uix но очень много брака некачественная покраска хлипкая конструкция и пластик здесь тоже мне нравится меньше он очень мягкий и не всегда держит свою форму а так грузовичок тоже хорошо смотрится рядышком с евросидельным тягачом и могу вам показать модель от ссм камаз тоже довольно легкий у него откидывается кабина рабочее сцепное устройство покрышки конечно у костромских современных моделей намного лучше уже есть боковая маркировка колесные диски примерно такие же по своей детализации осветительная техника тоже примерно такая же окрашен интерьер правда модель заляпана каким-то жирным силиконом и тоже его просто так отмыть еще та проблема и нужно брать моющее средство тереть модель и опять же могут повредиться мелкие детали и как раз вы видите у модели ссм тоже присутствует упрощение поворотники нарисованы дверные ручки отражатели так что еще раз повторюсь в этом плане продукция иксо ненамного хуже с учетом ее цены вот могу вам показать две модели рядом и ман намного тяжелее а по габаритным размерам машины примерно одинаковые и пишите ваши комментарии что вы думаете о данном седельном тягаче понравилась ли вам новинка от иксо моделс хотите ли вы обзоры на другие евро траки которые выходят у этого бренда не забывайте поддержать видео ролик лайком вступайте в мои группы в социальных сетях вконтакте и фейсбуке жмите на колокольчик и также заглядывайте на мой второй канал там тоже выкладываются видеоролики на те модели которые не демонстрирую на этом канале на сегодня это все до новых встреч пока